Сегодня я хотел поделиться своим печальным опытом в элементарнейшем деле. Создание крестьянского хозяйства подразумевает производство продукции своей и ее реализации в город. Так я в очередной раз собрался везти в город яйца. Как обычно, подготовил, протерли все. Перевозил в обычной коробке. Коробка была, правда, другой формы. Соответственно, ячейки все уложил правильно. Здесь у меня не полностью. В той коробке было все плотно забито. Коробочки стояли правильно, на пяточке. Закрыл коробочку, упаковал ее. И когда ложил уже для перевозки, получилось так, что было небольшое место между коробками или сумками. И я эту коробку с яйцами для удобства взял, перевернул и положил вот так. Вроде до этого уже несколько раз в город ездил, довозил нормально все. Ну а тут положил вот так вот коробку боком, довожу, привожу, приезжаю на место, открываю коробку и смотрю, даже не открываю, беру, уже смотрю, там потекло что-то. То есть открываю, ну и начинаю смотреть. В некоторых ячейках, значит, по 2-3 яйца там лопнули, разбились, потекли. То есть получается, что яйцо сохранно перевозится вот только в таком положении. Когда оно на боку, значит, оно трескается, потому что когда везешь, происходят какие-то там микровибрации, даже если ты на машине или там на санях где-то еще. Вот, то есть побольше может вибрации происходить на кочках там. В общем, разбил, десятка три, наверное, есть. Вот, в нашем положении, ну, как бы этого делать вообще нельзя, мы везем в натуральный продукт, город, вот, и так, так свободно, значит, в общем, нельзя так делать. Вот, поэтому, для тех, кто еще не знал, вроде элементарное дело, вот, хочу, чтобы у вас не было такого печального опыта. Ну, все. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного. Субтитры сделал DimaTorzok